Дорожное движение Дорожное движение Дорожное движение Вы сами знаете, что с участием микроавтобусных маршрутов слишком много нарушений правил дорожного движения. Многие не знают, оказывается, правила. Поэтому мы сейчас приняли решение всем перевозчикам, всем по графику обучать водителей и принять экзамен. Скоро мы начнем, вот завтрашнего дня, может, послезавтра мы начнем именно с ЭЛЕКа, ОСЭЛЕК, что они водители. Сначала обучаем в учебном центре, а потом принимаем экзамен. Между тем, перевозчики жалуются на то, что к остановкам им подъехать не дают таксисты. Именно поэтому им часто приходится нарушать ПДД, чтобы высадить или принять на свой борт пассажиров. Ну, если их грубо нарушают, на красный цвет, на встречный идет, это надо доказывать. Понимаете? Вот я не знаю, почему-то все на маршрутников говорят, вот они. Я считаю, что дискриминация. А остальные, да, которые машины, там, Лексусы, там, крутые машины, нарушают, едешь, да, смотришь по 20-30 на каком-то участке, например, 20-30 нарушений, да. Никто не обращает внимания, понимаете? А вот на маршрутников идет дискриминация, понимаете? У водителей легковых авто мнение кардинально другое. Оно сводится к тому, что хаос на дорогах столицы в основном благодаря беспорядочной езде микроавтобусов, которые останавливаются, где им вздумается, высаживают пассажиров, где хотят, нарушают скоростной режим. При этом лицензии компаний-перевозчиков не решают. Право на перевозку людей УСО МИКИН транспортная инспекция приостановила лишь на три месяца. Но городские чиновники считают такое решение неправильным. По их мнению, им необходимо вообще запретить перевозить пассажиров. Напомню, машины компании МИКИН фигурировали в нескольких серьезных ДТП. В сентябре прошлого года перевернулась 138-я маршрутка, протащила бусик в таком положении 50 метров. Одну из пассажиров компутировали руку. То же самое произошло со 199-й маршруткой в апреле этого года. Несколько дней спустя 220-й бусик сбил на пешеходном переходе 20-летнюю девушку. Она скончалась на месте.